Добрый день, дорогие друзья. С вами программа Доктор Плюс и ее ведущий Владимир Яровой. Сегодня у нас в гостях врач-астроэнтеролог нашей Винновской поликлиники Людмила Сухорукова. И мы будем обсуждать достаточно серьезную тему. Это гастродуаденальный рефлюкс. Что же это такое, вот сейчас нам Людмила и объяснит. Добрый день. Гастродуаденальная рефлюксная болезнь – это хроническое заболевание, еще одно, желудочного, дуаденального соединения, связанное с нарушением моторики, в первую очередь. То есть, простым языком сказать, когда перистальтика идет не сверху вниз, а снизу вверх. Перистальтика – это движение пищевое по ходу ее, когда по нормальному физиологическому. Вот она называется, и заброс этой пищи назад, то есть вверх, вызывает рефлюкс. Как правило, почему это бывает? Одной из частых причин – это несмыкание нижнего пищеводного сфинктера и сфинктера доденогастрального, который между желудком и пищеводом. То есть, это ведет либо слабость мышцы уже самого запирательного от этого кольца, это бывает у лиц старшего возраста, то есть, ну, вот уже атония этих, грубо говоря, мышечного слоя, либо же, опять же, моторные расстройства. Атония – отсутствие нормального тонуса скелетных мышц и внутренних органов, развивающиеся вследствие недостаточности общего питания, расстройств нервной системы, при инфекционных заболеваниях, нарушениях деятельности желез внутренней секреции. Это связано уже с неправильным возбуждением нерва, да, и идет вот ток это наверх, то есть… Ну, еще, может быть, скорее, может быть, там, по всей видимости, какая-то эрозия, язва, это тоже может приводить… Ну, это косвенно уже вторичное, что когда выраженный воспалительный процесс, то есть, да, и, соответственно, пища лежит, долгое время не переваривается, то есть ей некуда деваться, кроме как идти наверх, ну, как бы вот, забрасываться в пищевод. У нас в пищеводе нейтральная среда в норме, и заброс любого содержимого, живодочного в пищевод будет вызывать раздражение, что является, ну, как выражением воспаления слизистой части пищевода, изофагитом. Изофагит – это воспаление слизистой пищевода, которое может быть хроническим или острым. В начальной стадии заболевание поражает внешние слои слизистой оболочки и протекает бессимптомно. Прогрессирующий изофагит затрагивает глубокие слои слизистой и ведет к необратимым последствиям в ЖКТ. Ну, банально – это рефлекс. То есть если человек ощущает жжение, чаще они описывают это, ну, не говоря в пищеводе, а вот где-то за грудиной, иногда привкус кислоты во рту, то есть это уже мы подразумеваем, что здесь возможен рефлекс. Или часто человека мучает, то есть отрыжка немотивированная после приема пищи. Вот, значит, воздух, когда у нас пища попала в желудок, а газовый пузырь желудка поднялся вверх. Ну, в принципе, нужно сказать, что воздух вообще-то в желудке должен быть. Да, он есть. В норме у любого человека эти рефлексы бывают. То есть после приема минеральной воды с газом, то есть любого этого норма у человека будет, потому что газированные напитки, они расслабляют, они действуют так вот сами на сфинктер, они расслабляют, и отрыжка будет. Ну, накапливается большое количество воздуха под давлением. Ну, когда это количество рефлексов возрастает значительно, и когда человек уже в ночное время жалуется на симптом такой, как изжоги, или они мотивируют, они хаотичны, спотанны отрыжки. У меня был товарищ Сергей Гагарин, сейчас его знают все по полине Гагариной, его дочери. Так вот, он очень любил слово «регургитация». Регургитация – быстрое движение жидкостей или газов в направлении противоположном нормальному, возникшее в полном мышечном органе в результате сокращения его стенки. Регургитация – это есть отрыжка. Это есть отрыжка и выбросы воздуха. Да, при наличии двух симптомов – изжоги и отрыжки, мы можем заподозрить гастроэзиональную рефлюксную болезнь и предложить человеку пройти на обследование с целью, опять же, уточнее, степени поражения желудка, пищевода или жидкостей. Бывают рефлюксы разные. Бывает кислый рефлюкс, бывает еще билиарный рефлюкс, когда еще желчный кислот, как раз это несмыкание сфинктера между двенадцатиперстной кишкой и желудком. Билиарный рефлюкс – заброс желчи из двенадцатиперстной кишки в полость желудка с возможным попаданием в пищевод и развитием повреждений слизистых оболочек этих органов. То есть, и тогда в желчном протоке они поступают в кишечник, в тонкую двенадцатиперстную кишку. Двенадцатиперстная кишка – начальный отдел тонкой кишки у человека, следующий сразу после привратника желудка. Характерное название связано с тем, что ее длина составляет примерно 12 поперечников пальца руки. И эта вся желчная кислота дополнительно забрасывается в желудок, дополнительно раздражает, что может привести в подсосновение, может привести газ. Нужно сказать, что желчные кислоты, они очень агрессивны. Очень агрессивны, да. Если они попадают в неподготовленную среду, там, где, скажем, это все, они необходимы для разложения желудка. Для переваривания, да, для животной пищи. Но они в основном… Они в большей степени разъедают слизи желудка. Да, и они в большей степени должны работать тонким кишечником. Тонким кишечником, безусловно, да. А если они попадают вот в такую вот среду желудка… А если все это еще попадает потом в пищевод, соответственно, то есть… Да, конечно. Там уже, да. И пищевод лечить сложнее, потому что это как бы, ну, трубка, да, грубо говоря. Поэтому мы стараемся сначала нормализовать моторику вот сфинктеров, то есть желудка, и потом уже, последовательно уже… Вы не слышали о такой вот… Была такая кремлевская таблетка, вот она как раз и применялась для того, чтобы нормализовать. Ну, доказательной базы по поводу кремлевской таблетки так и так и не было, вот именно, что клинических данных. Кремлевская таблетка – это небольшая капсула, оболочки которой представляют собой электроды. Это стимулятор, который начинает работать в желудке при соприкосновении со слизистой. Остановимся на стандартах, на рекомендациях нашего гастроэнтерологического общества. Вот недавно была на конференции, то есть говорили, что в Европе, ну, по типу кремлевской таблетки начали производить препарат с нескольким содержанием. То есть в этой капсуле содержится несколько разных веществ, которые действуют на разном уровне, но у нас это пока не работает. То есть и когда-то это к нам придет, и как они работают. То есть пока только набирается доказательная база, поэтому... Мы лечим, то есть это препаратом для моторики. То есть ГР, в первую очередь, это изменение образа жизни. То есть чтобы человек не переедал, чтобы он не ложился сразу после еды. Поел и лег, и это все, что накопилось в животе. Чтобы желудок дольше находился в вертикальном положении. Если есть избыток массы тела, соответственно, диафрагма тоже давит на желудок. Желудок превратит более горизонтальную форму. Соответственно, проще этой кислоты попасть в пищевод и вызвать поражение. Поэтому не ложиться за 2 часа до сна. Не перегружать животной пищи, тяжелую пищу, которая вечером. То есть не ложиться, поели, и только через 2 часа. Да, через 2 часа именно. Головной конец кровати повыше, то есть 15-20 градусов под углом. То есть повыше, чтобы не было физика, не было затекания, грубо говоря, этих кислот. Кислоты все это. Не было раздражения, чтобы. Использовать газированных напиток, острых, раздражающих. Допустим, мята, мелиса, как продукты сами, да, в чае у нас там любят видеться старшего возраста. Чаи там все. Да я не против, ради бога. Но вот исключить конкретно то, что так действует цитрусовое действие. Они сами расслабляют эти свинтеры, то есть рефлексы будут усиливаться. Тяжелую физическую нагрузку. То есть не нужно с поднятием тяжести. Повышение интервьюшного давления, опять же, будет провоцировать риф. То есть гастроэзиальный рефлекс в первую очередь – это модификация образа жизни человека и режим питания. А потом уже препараты прокинетики. Прокинетики – препараты, усиливающие моторную активность органов пищеварительного тракта и препятствующие антиперистальтическим сокращениям гладкой мускулатуры. Рефлекс, он, скажем так, движение пищи, оно же там не постоянно идет в одну сторону. У нас желудочный кислород очень обучаем. Поэтому если мы даем на месяц препараты, допустим, пантопаразол и этаприд, если человек регулярно принимает, он приучает правильно сокращаться. То есть пищевод, желудок, 12-перстную кишку и так далее. То есть они действуют на всем протяжении, как правило. И количество этих рефлексов значительно уменьшается. То есть пища быстрее проходит, он стимулирует перерастать. Пища не задерживается, соответственно, у нее меньше кислоты. Выделяется, меньше там желчи. И она дальше проходит, то есть и повреждающего эффекта. Еще нужно сказать, что не нужно очень часто и много есть. Потому что пища должна сначала уйти из одного отдела кишечника или пищеводительного тракта. Режим питания, да, должен быть. И потом туда она может только поступить. Да, мы рекомендуем, то есть частое дробное питание. Но объем порции вы должны сократить. Размер стакана примерно 200-250 мл. Ну, я, например, не очень люблю частое дробное питание. Дробная схема питания. Это альтернатива классической тройке завтрак, обед, ужин, предполагающая увеличение частоты приемов пищи на фоне снижения объема порций. Для того, чтобы правильно переваривалась пища, она должна нормально насытиться ферментами и ферментной базой. Не, ну все индивидуально, но можно, то есть балансирно, та же тарелка должна быть балансирной. Жиры должны, продукты животного происхождения, опять же обязательно, там клетчатка должна быть, да, углеводы, которые помогут, да, энергию там восполнить и так далее. Ну, мы вернемся к клетчатке. Клетчатка, она как раз будет создавать объем, который будет и провоцировать движение пищи по желудочно-кишечному тракту. То есть у нас будет, в принципе, вот это вот давление создавать, как давление на стенки желудочно-кишечного тракта и будет создавать вот естественную нормальную среду для того, чтобы она двигалась. Да, да. То есть вот это вот… И плюс между приемом пищи, опять же, рекомендуем пить воду. Просто обычная питьевая вода, челочное питье, которое будет как бы обманывать животок, немножко не будет особо, там, долго задерживаться, но она будет проходить, разбавлять эту концентрацию соляной кислоты, желчь есть там содержится. Ну, она же, в принципе, кислота будет только в том случае, если желудок пуст. А желудок практически, если вы питаетесь вот в таком режиме, он пустым не бывает. Ну, у всех разный метаболизм, то есть здесь я не могу точно сказать. Метаболизм или обмен веществ – это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействие окружающей среды. Ну, как правило, опять же, этот самый пункт, что питаться там три даже раза в день, у нас не у всех получается. Три раза в день, мне кажется, что это более-менее нормальный пункт. Ну, три-четыре, просто, опять же, не есть. Ну, четыре – это уже, наверное, будет много. Я считаю, что должно быть хотя бы минимум четыре с половиной часа проходить между питанием. Я говорю, у всех разный метаболизм, кому-то, говорю, достаточно… Для того, чтобы нормально выделились… У нас же есть периодическая деятельность кишечника, когда выделяются ферменты и продвигается пища. Вот если этого нет, то и желудок у нас не освобождается за четыре часа. Ну, в принципе, если… Ну, если, опять же, при условии того, что у человека не возникает боли через четыре часа, а некоторые бывают, есть какие-то эрозивные процессы. Эрозивный процесс – воспалительное поражение прямой кишки, при котором на слизистой оболочке формируются поверхностные дефекты – эрозия, в последующем заживающие без рубцевания. Особенно если в нижних отделах, да, двенадцатиперстная кишка, то человеку, наоборот, легче после того, когда он перекусит, потому что кислота вся связывается, уходит. Конечно, но это будет палеотивно. Это всё индивидуально. Поэтому, то есть, либо объём порции сокращать, да, либо же, там, длительность приёма. Либо какое-то… Если у вас не переваривается пища, значит, нужно дать время для того, чтобы поступило достаточное количество ферментов своих собственных. Плюс сопутствующие болевания часто, допустим, даже тот же диабет. Люди, прежде чем, там, выпить таблетку, там, диабета, там, или инсулин колят, им нужно перекусить. То есть, вот здесь, как бы, получается, приходится… Ну, это, опять же, всё индивидуально варьируем от сопутствующей патологии, заболеваний и так далее. Ну, естественно. Ну, вернёмся, давайте, к нашему рефлюксу. И, в принципе, нужно предупредить людей для того, чтобы они понимали, что это достаточно серьёзное заболевание. Это серьёзное заболевание. Это кто хоть раз ощутил заброс жёлчи в желудок, тут навсегда это запомнили. Это выраженное жжение. То есть, люди жалуются на… Прямо, у меня горит, всё жгёт, печёт, вот прямо огонь описывает в желудке. Тут, безусловно, вправляем эндоскопию, подразумеваем, что, скорее всего, там будет билярный рефлюкс. Есть уже более серьёзные препараты подключаются. Это по типу урсодезоксихолевой кислоты, оригинальный препарат урсосан у нас сейчас на рынке. Вот в минимальной дозе назначается вечернее время, чтобы убрать, то есть, избыток жёлчи из желудка, чтобы он уходил. Ну, это вот как раз вот дезоксихолевая кислота, она связывает жёлчные кислоты. Жёлчные кислоты, да, и выгоняет, потому что бывает либо застой там в протоках, и она становится более агрессивной, поэтому она даже в минимальном количестве вызывает поражение. Ну, опять же, те же прокинетики и препараты по типу… Амепрозолу, пантопрозолу для защиты слизистой желудка, чтобы именовать. Есть ещё гастропротекторы, вот сейчас на рынке вышел буквально, ну, последние лет 5-7, это хороший препарат Рибагид, который действует на сами простагландины наши, на внутренние клетки, то есть он здесь заживляет как бы изнутри. Ну, простагландины – это гормоны местного плана. Да, местного плана. Простагландины – это группа липидных физиологически активных веществ, образующихся в организме ферментативным путём из некоторых незаменимых жирных кислот и содержащих 20-членную углеродную цепь. Просто изнутри клеточки стимулировать как бы к заживлению и препятствовать риску развития там атрофии, эрозивных процессов. Ну, больше всего, что мы боимся, боимся при рефлюксе, когда длительное воспаление, когда длительные эти забросы, частые, да, множественные, это длительное воспаление придёт просто к пищевоту Баррата, это считается предраковым заболеванием, которое наблюдается уже у онкологов. Поэтому вот, чтобы этого не допустить, есть симптомы. Ну, в принципе, человек должен понять, что если у него появились вот эти вот горечь во рту, там, и всё остальное, и жёга, то это, скорее всего, нужно... Одними антоцидами, одними вот там содой, там, да, молоксом, вы здесь не справитесь, потому что они не лечат, они просто нейтрализуют эту вот кислоту, а нужно обращаться... То есть нужно обращаться обязательно к специалистам. К специалистам. Спасибо. Вот сейчас у нас поступил вопрос телезрителей, и давайте попробуем на него ответить. Уважаемые врачи, у меня есть к вам вопрос. Очень много слышала по поводу правильного питания. Кто-то говорит, что нужно питаться три раза в день, и перекусы вредны. Кто-то говорит о том, что нужно каждые три часа кушать, но в небольших порциях. Скажите, пожалуйста, как всё-таки правильно питаться, чтобы это было с пользой для организма? Ну, в моём понимании идеальная пища – это суп. В нём сбалансировано и количество жидкости, и всего остального. Но здесь, конечно, суп-пюре даже лучше, потому что он будет легче усваивать, и он создаёт объём в желудке, и вы не будете хотеть так, скажем, есть. Ну, давайте послушаем, что нам скажет специалист по этому поводу. Вообще сейчас количество полных людей у нас превалирует, поэтому это больше занимаются диетологи, эндокринологи. Но мы, в свою очередь, когда гастротропроводие, да, рекомендуем. Ну, вот я придерживаюсь того же правила, вот как раньше говорили, что завтрак, съешь сам, обед раздели с другом, а ужина – дай врагу. То есть в первую половину дня должна быть большая пищевая нагрузка, потому что у нас желудочный тракт начинает работать с 6 утра, да, там, до 7, максимум, 8 вечера. Это связано с биоритмами, да, связано с работой нервной системы, потом включаются другие, да, механизмы уже организма, и уже все моторные функции, всё угасает уже с вечеринкой. Поэтому на первый приём пищи, на завтра должны быть обязательно белки, жиры, углеводы, то есть там кусочек бутерброда с сливочным маслом, да, там, или яйцо, там, что-то, обязательно какая-то клетчатка, там, огурец, моредис, там, не знаю, помидоры, там, всё, что это, вот, и что-то из углеводов, то есть тоже, или кашу, там, или... Если человек достаточно, у него большой вес, то ему, чтобы объём был, ему нужно больше клетчаток. Больше клетчаток, соответственно, больше салата, но, опять же, чтобы у него была, опять же, энергия, это нужно выпить, съесть, там, углеводное что-то, там, зерновое, там, цельнозерновой хлеб или что-то, или кашу, и плюс белок, потому что белок является у нас основным, да, строительным механизмом для жизнеобеспечения, как бы, всех клеток, вот, то есть, там, кусок мяса, рыбы, там, что-то, то есть, или яйцо, опять же, тоже, вот, продукты животных, это нужно для того, чтобы, опять же, желчь, чтобы выделилась после ночного, да, периода, чтобы всё связалось, и всё, чтобы... Вот, обед, как бы, даст придерживать, то есть, тоже суп-пюре, то есть, идеально, то есть, он объём даст и насыщение, вот, ну, опять же, ту же клетчатку, вот, а ужин уже оставить, оставить больше что-то более лёгкое, там, белковая пища, там, творожок, ну, и тем более, это будет не так вредно, да, если есть какие-то проблемы, допустим, связанные с тем же рефлюксом, он не будет долго, пища будет находиться недолго в желудке, она быстро уйдёт, ему будет легче засыпаться, он не будет мучиться от ночной изжоги, вот. Да, то есть, нужно, в принципе, чтобы спокойно потом... А режим, как бы, каждый подбирает сам, то есть, ну, не могу сказать, что для полного нужно кушать, там, пять-шесть раз, для худого нужно, там, два-три раза, у всех, опять же, разный метаболизм, в зависимости от нехватки микроэлементов, там, витаминов, диетологи подбирают свой рацион и уже конкретно, то есть, ну, под человека составлять меню, вот. Я всегда за то, чтобы, опять же, кушать, ну, минимум три раза, а в перерывной пищи пить достаточно объём воды, потому что нас люди забывают про это, а если стеячий образ жизни, соответственно, моторика снижается, и кишечник плохо работает, двигается, соответственно, склонность к запорам и другим проблем начинается. А вода у нас есть в каждой клеточке, и она нужна для переваривания в том числе. Спасибо вам, Людмила. Дорогие друзья, всего хорошего. С вами была программа «Доктор Плюс» и её ведущий Владимир Яровой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова